Кто будет отвечать за звук на фестивале, как составить график саундчека, какая группа станет хедлайнером. Пока коллективы готовят программы выступлений на своих реп-точках, организаторы решают множество важных и ответственных вопросов. Но, как признаются, саровские рокеры это того стоит. Хочу, чтобы саровская рок-сцена развивалась, и пока есть возможность ее продвигать любым способом, я буду это делать. Мне это очень хочется делать. И я знаю, что в городе есть очень много талантливых музыкантов и старого поколения, и молодых. И я считаю, что чем больше есть возможности организовать мероприятия, чем больше ты используешь эти возможности, то тем лучше для города. Пока на фестиваль «Зато рок» заявились три группы. Это «Океан», «Бездна» и «The Group». Список участников будет пополняться. На одну сцену с ветеранами саровского рока выйдут и молодые коллективы. Они по традиции выступят в первой части. Группы сыграют для зрителей свои известные композиции и новинки. Программа вся новая почти. Во-первых, это новый состав, новый звук. Новый подход. Ну, как бы количество участников диктует соответствующие аранжировки вещей. Поэтому будет интересно, будет забойно. Наверное, даже где-то чуть-чуть по-молодежному. В отличие от того, что нас всегда, наоборот, приписывали, ну, скажем так, к более взрослой публике. Тут будет немножко все позаводнее. В Саровском рок-движении всегда приветствуют молодых музыкантов. Ежегодный городской фестиваль «Зато рок» – это возможность попробовать свои силы новичкам и напомнить о себе тем, кто отдал року большую часть своей жизни. Они самим музыкантам нужны, чтобы как-то не засиживаться на одном месте. Ну и, конечно же, для тех, кто их слушает. Эти люди приходят, значит, им это интересно. Фестиваль «Зато рок» пройдет 10 августа на сцене танцевальной площадки парка имени Зернова. Начало в 3 часа дня. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.